Чё ты орёшь ты? Потому что мне, милиция, меня добивать хочет. Я говорю, успокаивайся. Видно, добьёт. Стоять. Шанс, шанс, убегать. Вот так вообще действуют наши граждане ближнего зарубежья, в наших гостях. В Новосибирске мигранты избили владельцев магазина из-за сигарет. Один из хулиганов орал, что им ничего не будет. Диаспора всё порешает время, шло к полуночи. И 19-летняя Лена, продавец, работала свой последний час. За несколько минут до закрытия в магазин вошли трое мужчин. Лена сразу заметила их. Они были не славянской внешности и держались так, словно не торопились уходить. Один из них, высокий и широкоплечий, подошёл к прилавку и грубо спросил. Сигареты давай. Лена покачала головой. В этом магазине сигарет никогда не продавали. Это было принципиальное решение хозяев. Молодая девушка спокойно ответила. Простите, у нас сигарет нет. Мужчина нахмурился, а его спутники переглянулись и что-то прошептали друг другу на незнакомом языке. Атмосфера начала накаляться. Высокий мужчина снова обратился к Лене, на этот раз грубее. «Слышь, ты не поняла?» Я сказал «Сигареты давай». Девушка снова повторила, что сигарет нет и предложила купить что-то другое. Но эта вежливость лишь подлила масло в огонь. Мужчины начали кричать, требовать, чтобы им немедленно продали сигареты, или они покажут, кто здесь хозяин. В их криках проскальзывали угрозы, а один из них начал ударять кулаком по прилавку, требуя уважения. Испуганная Лена попыталась успокоить мужчин, но они становились только агрессивнее. Не зная, что делать, она позвонила хозяевам магазина, Марине и Сергею. Пара уже собиралась ложиться спать, когда услышала в трубке взволнованный голос своей сотрудницы. Не раздумывая, они бросились в машину и поехали в магазин. Когда они приехали, конфликт уже вышел из-под контроля. Мужчины стали избивать Лену, толкать и унижать ее за отказ продать сигареты. В магазине стоял хаос, разбитые бутылки, раскиданные товары. Лена плакала и пыталась спрятаться за прилавком, но один из агрессоров все же достал ее и ударил по лицу. Марина первой вбежала в магазин. Увидев происходящее, она бросилась защищать Лену. Но вместо того, чтобы остановиться, один из нападавших развернулся и ударил Марину, сбив ее с ног. Сергей подбежал на помощь жене, но был встречен ударами со стороны остальных мужчин. Вслед за этим началась жестокая потасовка. Нападавшие оказались сильнее и беспощаднее. В этот момент в магазин ворвалась Росгвардия, вызванная кем-то из случайных свидетелей или соседей. Однако даже перед лицом силовиков нападавшие продолжали вести себя дерзко и нагло. Они кричали на сотрудников Росгвардии, осыпая их бранными словами и отказываясь подчиняться. Но когда один из агрессивных мужчин попытался оказать сопротивление при задержании, его быстро скрутили и увели в наручниках. Марину с разбитой головой и одного из нападавших, который получил травму в ходе драки, увезли на скорой. Один из хулиганов орал, что им ничего не будет, потому что диаспора все порешает, рассказал свидетельница.